Впрочем, на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Все-таки Украина практически не выполнила обещания из прошлого меморандума, но деньги-то, миллиард долларов, уже в резервах Нацбанка, а невыполненные обещания просто перекочевали в обновленный текст только с новыми датами. На этот раз график очень жесткий. Последствия выполнения непредсказуемы. Пенсионная реформа повлияет на жизнь более чем 12 миллионов человек. Земельная 7 миллионов. Что же еще, кроме этих пунктов, смотрите далее в нашей справке. Какие бы дедлайны не устанавливали международные кредиторы, украинские политики пунктуальностью не отличаются. Выполнять свои обязательства и по-настоящему реформировать страну не торопятся. Поэтому и ждать траншей приходится долго. Список невыполненных обещаний выглядит так. Расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро, в частности принять закон о прослушке, депутаты должны были еще осенью, но так и не решились. Теперь обязаны до конца мая. Принять законопроекты по пенсионной реформе обещали еще до начала этого года. Но принимать было попросту нечего. Концепция самой реформы появилась только сейчас. Теперь ее необходимо срочно проголосовать в парламенте. До конца этого месяца. Земельную реформу тоже обещали в 2016. Сейчас дедлайн май 2017. Усовершенствовать законодательство для приватизации предприятий обязаны были до сентября прошлого года. Теперь новый срок это лето. До октября 2016-го украинские депутаты должны были принять законы о легализации добычи янтаря, но их до сих пор нет. Еще осенью нужно было ликвидировать налоговую полицию и создать новый орган по расследованию финансовых и налоговых преступлений. Этот пункт выполнили частично. Налоговую полицию ликвидировали. Новый орган не создали. Должны до конца апреля. И всего в списке обещанного, но так и не выполненного, десятки пунктов. Если украинские политики и дальше будут использовать тактику затягивания и создания видимости реформ, то обещанных следующих траншей от МВФ можно не дождаться.